Словами толковал это послание блаженный Феофиларх, но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова, встречающиеся в обыденной речи. Когда человек говорит, что попало, ему не верят и говорят, плетешь, что не нужно. Это о православных колоссианах. Просто обращаться ко Христу считается неприличным. Написаны сотни акафистов, идут бесконечные канонизации. Психоз канонизации валом катит по объюродившей Руси. Всем хочется иметь своего заступника из своей деревни. И каждому вопиют, радуйся, и не имамы иные помощи, кроме тебя. У сегодняшних православных колоссиан отсутствует евангельская вера, а значит о спасении и говорить не приходится. У них, как у греков на Олимпе, одни боги и полубоги. И это все – плата за отсутствие авторитета Библии. Каждый приплетает к своей вере то, что ему кажется справедливым. Книга Судей 17.6. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Живут без царя в голове и, предвосхищая суд Божий, решают, кто же будет слева стоять, кто справа на страшном суде. Толкование на Колоссянам 2.12. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа и умирая, как ветхий и греховный человек. Толкование на Колоссянам 2.20. «Вы, – говорит, – подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая на учение и наставление, что должно делать». Комментарий Игнатия Латкина. «Те родители, чьи дети остаются на второй год и не показывают успехов в обучении, как они себя чувствуют. А если это не в первый раз и не с одним ребенком? Мы говорим о нормальных, совестливых и богобоязненных родителях. Разве они не будут проявлять беспокойство и искать причину неиспеваемости своих детей? Чья вина, что их дети...